Был случай, что ребенок шестилетний в приступе короны упал, его увозили, 20-летней девочке инсульт был, мама это увидела, у нее тоже инсульт случился. Я тут сам видел, как плакали, они говорили, мы к такому не привыкли, извините, неудобно вас спросить, в общем, печально. Украина и вообще вся эта ситуация, она ближе, чем возможно, она вот прям рядом с нами. Может быть такая ситуация, что вы действительно не вытягиваете, и в этом нет ничего стыдного, ничего плохого. У меня было ощущение полной эмоциональной опустошенности, от которого мне было удивительным образом очень хорошо. Здравствуйте, на ваших экранах телеканал УСТВЕСТ, программа «Страна и люди» и я, ее ведущая Мария Волкова. Сегодня наш выпуск будет посвящен волонтерам. Тем, кто бросил все свои привычные дела и обычную жизнь и поехал на украинскую границу, или тем, кто буквально пропадает на вокзале в Берлине, встречая поезд за поездом с украинскими беженцами, или тем, кто селит у себя целые семьи, организует сборы среди коллег и друзей, работает на пунктах приема гуманитарной помощи, или мотается на машине на украинскую границу, забирая беженцев. Помогает, помогает и помогает. Для всех наших героев, которых вы сегодня увидите в программе, это первый опыт волонтерства, никогда ничем подобным они раньше не занимались, но сейчас не могли пройти мимо. Слишком трогает все то, что происходит. Слишком больно. И неважно, из какой страны вы приехали, из Украины, России, Беларуси, или вообще родились здесь, в Германии, и говорите на русском языке, среди волонтеров все равны. Для и украинских беженцев последнее, что интересует, это то, откуда вы. Главное – горячий чай, теплая одежда, поддержка и безопасность. Как наши герои решили стать волонтерами? Что самое трудное? И что им рассказывают люди, пережившие войну? Подпишитесь на телеканал Оствест в Ютьюбе, и мы будем с вами чаще встречаться. Наши первые героини – Кристина и Эллен. Прямо сейчас они находятся в Польше, на границе с Украиной. Каждый день девушки встречают автобусы, полные людей. Кто-то переходит границу пешком, отстояв по 10 часов в очереди, в том числе с детьми. Девушки помогают людям разместиться, делают им сим-карты, пытаются найти жилье или транспорт, на котором они поедут дальше в Германию или в любую другую страну, которую они хотят, и просто обнимают. А вечером Кристина и Эллен приходят в отель и плачут. Волонтерам быть очень сложно. Я хотела поехать в Россию. У меня был отпуск, и я хотела к родныму поехать. И тогда я видела в новости, что там в Украине происходит. Я, конечно, не могла, я не хотела туда больше ехать, и сидела дома. Сидела дома, у меня тоже родственники в Украине есть. Я дома сидела и дурела, и думала, ну, я хочу что-то сделать. У меня сейчас отпуск, у меня время есть, что делать. Так, я была на Инстаграме, и просто историю сделала, кто едет на границу, что делать. У меня тогда появились какие-то контакты, и они меня предложили в эту группу пойти. И я написала туда сообщение, и тогда я нашла Кристофа. Кристофа нам сказал, что он хочет ехать на границу. Так, и мы собрались, я какие-то вещи с собой взяла, медикаменты, все такое, и я тогда Кристину встретила. Да, а я в телеграм-группе какое-то нашла, просто я тоже не могла сидеть дома. Я забронировала уже отель тут на ночь. Думаю, поеду даже одна, потому что информация была от одних людей не хватает. Водители от других, типа, не едьте, вы будете всем тут мешать. Тут и так много помощи, и все организовано, и поляки тысячу автобусов дали. И я понимаю, что меня вот это мучает внутри. Я не знаю вообще, может, я пустая поеду и буду там просто мешать. Всем не хотелось мешать. И я нашла тоже этого Кристиана, где-то он флайер какой-то сделал. Казалось, что он фильмейкер, у него ферляет для фильмейкинга. Я думаю, вот как этот происходит в связи. И мы туда пришли. У него был такой, он собрал эту помощь, собирал. Я ездила по Берлину, собирала с разных точек. Сначала разная гуманитарную помощь. И вот мы собрались, пять машин, два транспортера, две приватные машины, один вен. И мы поехали, вот не зная, куда мы едем, мы просто все поехали сюда, на границу. И мы с Эллен посмотреть хотели, как выпускной пункт выглядит. Мы приехали, и мы заплакали, потому что это страшно. И мы к нам начали ходить люди, потому что они услышали, что мы говорим и по-немецки, и по-русски. Стоят немцы с табличками, мы вас заберем, поселим к себе. Украинцы приезжают, начинают говорить, мы боимся, мы не понимаем. Мы начинаем узнавать, что это за водитель, брать контакты, фотографировать машины, переводить, успокаивать, обнимать. Все, что угодно делать. У нас нету какого-то задания, у нас нету какой-то NGO, которое стоит за нами. Мы просто вот, мы переводим, мы соединяем людей. И за четыре дня, что мы здесь, мы обросли такими контактами, что просто вот, я же говорю, сейчас мы поедем перевозить препараты. Мы смотрим на стоянки, вот мы уже так организовались. Мы смотрим на стоянки, например, Дэ, значит, из Германии приехал автобус Дэ. Мы подходим и на немецком с ними говорим, а вы откуда, вам нужно помочь заполнить людей? Они такие, да. Куда вы едете, у вас есть еще другие остановки. И тогда мы ждем, там автобусы из границы едут на этом месте. И мы там просто стоим. И люди к нам подходят. И мы тоже, конечно, к ним идем, если мы видим, что они туда попадут, в этом месте, и просто стоят и не знают, куда. И, конечно, мы к ним подходим и говорим, можно вам помочь, куда вы хотите. У вас есть родственники, у вас здесь где-то жить. Теска – это один из пунктов приема беженцев. Они находятся по 10-5 километров от границы самой, то есть наш путь 10 километров от самой границы. И если люди хотят приехать, то можно приезжать в любой из пунктов на самом деле. В нашем более-менее уже все так организовано, но это не значит, что помощь не нужна. А, например, город маленький, вот мы Ферли отправляли, он возле Биллифельда. И они предлагали именно размещение и с оформлением документов, с проживанием. Либо, если они не хотят, они дальше их посадят на поезды другого города. И вот нужно людям объяснить, что такое Ферли. Немцы приезжают, написано Ферли. Вот что такое Ферли? Я живу в Германии 5 лет, я не знаю, что такое Ферли. А нужно украинцам объяснить, что да, это хорошо, это Норд-Рейн-Вестфален, там есть деньги, едьте туда, в Берлине не надо. Да, в Берлине нет места. Там вас все равно выгонят, оттуда отправят в другой город, едьте в Ферли. И вот им надо перевезти и 50 человек на Ферли отправить. Иногда люди тоже там сидят, и у них есть какие-то родственники в какие-то деревни. И они там ждут иногда три дня. На деревне. На деревне. И тоже, если эта деревня возле Кölн, и автобус идёт в Кölн, они не едут. Они не едут. И это тоже наша работа. Ими как-то объяснять, что это очень-очень легко ехать на поезде в Германию, чтобы просто освободить тоже эти места, потому что они не знают, куда. И они сидят там, 500 человек, не хотят вообще никуда ехать 3-4 дня, они боятся. И с ними нужно говорить, чтобы они, куда вы хотите. Они не знают вообще, куда они. И Литва, Польша, Австрия, не понимают. Мы говорим, ну если хотите, чтобы вас обеспечили социально, надо Германии. Начинаем объяснять. Вот все вопросы. То есть на каждого человека уходит прям консультация вот такая. Про корону, конечно, тут все забыли. Никто не носит маски. Людей очень много. Контакты вот такие просто с людьми. И, ну, к сожалению, это так. Никто тут не делал, что на тесты был случай, что ребёнок 6-летний в приступе короны упал, его увозили. 20-летней девочке инсульт был. Мама это увидела, у неё тоже инсульт случился. Потому что людей очень-очень много. И нервная такая обстановка. Иногда привозят по 5 автобусов, иногда ничего нет. Час, там два. Нужны люди, которые знают много языков. Это очень надо. Потому что немцы хотят помогать, но из-за языка они их только пугают украинцев. Не хватает людей, которые туалеты чистят. Вот правда, с туалетами адская ситуация. Нету ни одной кабины переодеться просто людям. Эля, например, организовала кабину у Шерите, которая Коритас, который где приходить просто сидеть, чтобы тепло было. Она оттуда убрала людей. И пождала, пока мужчина сможет переодеться, потому что негде переодеться. Они не могут там умываться, переодеться. Они там все... У них нет места просто пойти куда-то, где чисто, знаете. Это вообще, да. Туалетная ситуация, туалетные бумаги, одежды не надо. Только если перчатки для взрослых тоже людей, для детей очень много всего. Хотя бы какие-то наушники или повязки, или шапки теплые, носки теплые всегда нужны. Мы нашли такой очень интересный порошок. Вот так вот его в руках растираешь, приклеиваешь либо сюда, либо в руки, кладешь перчатки, либо в ноги. И оно, какая-то химическая реакция срабатывает. И они вот так выглядят. Можно тоже ложить в печатки, и это будет у нас тепло. Да, вот так открываешь, растираешь, и она греется очень горячая, 7 часов держит. Вот это самое лучшее, что можно вообще придумать. Я думаю, для людьми, да, пауэрбэнки. Они приезжают с разряженными телефонами, они ездили 12 часов, 12 часов в поезде, там нету подзарядок, они все разряжены. И телефон тоже нужно, телефоны, потому что они тоже приезжают с разбитыми телефонами, с такими какими-то, которые только кнопки есть, там, какие-то базовые, может, одноразовые телефоны. Ну, такое тоже, конечно, лакшери поддержка, но что-то такое. Если очередь очень большая, это может быть несколько километров. 300 километров один раз было. 32 километров. Моя тетя стояла в очереди, не тетя, два рода, стояла в очереди 3 часа. Потом из-за того, что у нее русское гражданство, но видно жительство украинское, ее еще отвели куда-то и держали там еще час. И спрашивали, задавали вопросы, почему не сделали украинский паспорт. И потому что никто не ожидал ситуации, люди всю жизнь живут так вот, ну и не думают, что такое может произойти. И некоторые едут на своих машинах, но так долго стоят в очереди, что закачивается бензин, и Эллен искала канистры с бензином, потому что организовалась пробка. Из-за того, что машины встали, бензина нет, и они подогревают, чтобы было тепло. Закончился бензин, и они не могут ехать никто, и передавали тоже каким-то образом дизель, бензин. В Германии, да, это сейчас очень организованно, например, у нас автобус, который в Ферль пошел. Мэр города встретил автобус с цветами желто-синими, всех посадили, накормили, да. То есть целая вот гемайнда, да, они организовывают целый город, маленький ли деревня, скидываются у кого что есть, они делают как call for action, они собирают квартиры у кого какие есть, и они подготавливают целую как бы систему. Они не просто дают автобус, тот организовывает, а они с проживанием, с тем, что документы им помогут, переведут и так далее. Вот у немцев очень большое такое вот есть, именно они целую деревню собирают, и там финансы как-то собирают, их организовывают, но это маленькие деревни в основном. Одна из последних наших историй, у нас контакт есть с солдатами. О, да, Бен и Андреан. Бен и Андреан. Они бывшие солдаты из Франкфурта, немцы. Они работают на страховке вообще. Сейчас уже, например, границу просто так перевозить нельзя, туда-сюда ездить. Сейчас, ну, как бы, сейчас сложно так. А в начале, когда началось, они делали по 20 рейсов в день просто туда-сюда, ездили во Львов, привозили там медикаменты, увозили оттуда людей, потому что там очереди стоят несколько километров. Одна 20-летняя женщина с двумя детьми стоит, они умирают там в очередях от холода, и они их подбирают именно мам с детьми маленькими и спасали. Сейчас стало сложнее путешествовать, и вот последняя была ситуация. Моя двоюродная сестра, которая никогда в жизни не видела, но знала, что существует, ехала с Харькова. И я искала, они так долго ехали, 28 часов ехали. Я первый раз в жизни увидела в таких обстоятельствах, встречала, мне даже фотку скидывали, не знала, как она выглядит. И мы ее встречали, уже три автобуса на Берлин уехала, мы держали. И какой-то мужчина Бенджамин, который сейчас тоже приедет, у нас сегодня с ним встреча, потому что у них тоже какие-то связи. Он сказал, я их довезу, хотя он из Бельгии, ему вообще не надо было в Берлин. Он сказал, я их просто завезу в Берлин. И он их взял и завез в Берлин. И он мне скинул контакт женщины, которая сидит во Львове с сыном, и ей нужно доехать до границы. Там 100 километров, люди едут по 12 часов. И я этот контакт передала солдатам, которые вот Эллен нашла. Да, и они туда едут, какие-то вещи там в больнице, они туда возят вещи в больничные вещи, и тогда они адрес, мы скидываем ему адрес, и они их просто собирают. Ну мы, конечно, не хотим забить вот эти места, потому что они едут на границы, и они тоже смотрят. Там и есть женщина с маленькими ребенками, и они их спасают, они их с собой берут, и нам звонят тогда. Слушайте, у нас такая женщина, ей надо туда и туда идти. И мы тогда уже там на ТЭСКу стоим, и сразу уже как-то пытаемся что-то найти. Иногда мы звоним нашим контактам вот с дамой, возле Берлина, и сразу можем связь сделать, чтобы их там встретили, и было какое-то жилье надолго, на некоторые месяцы. Очень много людей ездили в начале, но вот сейчас это как-то будет меньше и меньше. Мы иногда стоим, и никто не приезжает. На первый день, когда мы туда попали, весь ТЭСКу был full of people, они хотели все помогать, но вот сейчас как-то никто не едет. У нас тоже нет там системы. Мы просто знаем об этих людей, которые едут и нам пишут. Тогда мы знаем, когда эти автобусы будут. А если никто не едет, мы ничего не знаем, мы просто там стоим и ждем. А еще была одна женщина, я ее полтора часа гипнотизировала, разговаривала с ней. Она привезла сыновей, у сына было через две недели до рождения исполнялось 18 лет. Она их привезла, ехала там тоже 12 часов в поезде, отправила в Данию, а сама собралась и говорит, отвезите меня назад на контроль пункт, я назад в Львов возвращаюсь. Я полтора часа стояла гипнотизировала, уговаривала остаться. Говорит, я не хочу на шее висеть у детей, там у меня муж остался, там у меня старенькие родители, я поеду туда помогать, и достаточно много людей обратно уезжают по Львову. Позавчера с одной женщиной познакомилась, я стояла возле Теско, и она меня увидела и бежала надо мной. Она меня обнимала и просто плакала очень-очень сильно. Она плакала, она сказала, как она попала сюда, как она из Киева. Она очень-очень плакала, она так боялась, они ездили на поезде, там света не было, электрического не было. В поездах холоднее, чем на улице. Да, и двигаться они не могли, они легли на пол, и даже писать не могли. Они писали между сиденьями. Да, это очень страшно было. Она вообще, люди приезжают, и они не знают, что делать, где они вообще, а что дальше. И мы их просто встречаем и делаем. Окей, мы сперва вот это сделаем, сперва снимем карточку, тогда вы покушаете, тогда вам холодно, вам что-то нужно. Мы их встречаем и просто разговариваем. Мы приехали на один день с одной парой штанов, но пять трусов. Каждая из нас почему-то взяла пять трусов. А будто у нас трусов было, что мы знали. И мы остались, мы ехали на один день, мы просто спонтанно остались. И мы всю одежду, вот это единственное, что мы купили в магазине, потому что нам понравилось название, а так мы все насобирали в этих кучах одежды, которые мы же сами собирали на шпенды. А у нее даже ботинки порвались, и нету ботинок. Мы находимся в городе Ярослав. Это ближайшее, что можно было забронировать, где-то жить, отель. Но мы рады, что мы немножко далеко. Это 30 километров от этого Теско, где флюкшлинг и центр. И у нас есть ощущение, что мы немножко отделяемся. То есть мы уезжаем. Первые дни нам даже звонили в два, в три ночи, в четыре утра. Это было невозможно. Мы не высыпаемся. Мы и так, когда приезжаем, мы только сложимся спать в два ночи, потому что нам нужно тоже выдохнуть. У нас состояние вот такое, психологическое. И тоже надо разговаривать обо всём. Потому что мы видим друг друга весь день. Но мы не говорим. Мы не говорим. Мы просто как организацию делаем, и всё. И тогда мы сюда попадём, и нам надо как-то... Поговорить. Да, поддержать нас друг друга. Вот так вот выдохнуть. И мы только по двум часам засыпаем, а потом уже завтрак заканчивается в девять утра, и нам нужно уже как бы, ну, в девять уже проснуться. И мы, получается, спим максимум там пять-шесть часов. И для нас это... И первые дни только три. А первые дни два-три часа спалим максимум. И мы познакомились с Эллен шесть дней назад, но мы поняли, что мы, кстати, очень похожи. Да, мы очень похожи. Во всём. Во всём. Мы как-то даже... Мы весь день вместе как-то скучаем, если мы не видим друг друга. За это нам надо тоже общаться. После этого мы сидим до три часа ночи и просто смеёмся и рябём. О, это так страшно было. Я нормально там и стояла и опять ждала этот автобус. И тогда ко мне подошёл один волонтёр из Полын и сказал, «Слушай, сейчас будет автобус с женщинами и детями». Они видели, как другие женщины и детей, как русаки их застреляли. И тебе надо здесь стоять, потому что мы не можем по-русски разговаривать, мы их не поймём. Тебе надо здесь стоять и ждать, пока они пришли, чтобы просто их обнимать, чтобы просто как-то помогать. Я тоже медсестра из Шарите, и я подошла к врачам. Они мне дали таблетки, чтобы успокаиваться. Я их там ожидала, и мы не знаем, знаем, что там случилось, но этот автобус пропал, и он никогда сюда не приехал. Как Харькова. Харькова. Да, они там застреляли, вот эти люди, и они ехали. И они тоже стреляют на автобусы уже. Когда поезды едут, они едут так долго, потому что они едут не прямым путями, а через леса. И некоторые, когда едут в тех направлениях, как Харьков, они слышат выстрелы, и всё такое, ракеты как летают. Они лежат на полу в холоде, чтобы не видно было, если в окно будет кто-то стрелять, они прячутся. Дети вот так на сидениях, спят, на фотографии скидывают, тоже как это всё там выглядит в поездах. Это очень-очень страшно. Но они в таком шоке едут, что когда они приезжают, вот тут видят наш центр беженцев, где в таких боксах стоят просто подряд кровати, и это для нас выглядит страшно, для них это просто как, знаете, они говорят, мы такое видели, что для нас это всё, это вообще уже ничего не удивит. Да, это тоже как-то, они туда едут, и просто хотят сперва успокоиться, и просто отдохнуть. Им ничего не нужно, они даже разговаривать не хотят. И мы спрашиваем, вы хотите пить, вы хотите есть, они говорят, все, ни один человек не говорит да, практически все сразу говорят, не, я ничего не хочу, вот так. Они просто dead inside. Иногда они попадут в такую истерику, знаете, иногда это очень помогает, просто сказать, хватит теперь, хватит, давайте, я вам чай принесу, давайте, садитесь, дайте мне вам помочь. Очень бесит репортера, которые там стоят, они прям с камерами лезут, чуть ли не в нос, в рот с этим микрофоном, с этими камерами, ночью начинают светить. Я с одним микрофоном репортером поссорилась и прогнала его, стояло, ну, как бы, пять стариков, и они говорили, как бы, про войну, они не понимают, что там камера, не камера, они просто стоят, и она начала, она ругаться на Путина, что как он приехал, что он эмоционально очень, как все бабушки наши умеют делать, да, вот так вот на камеру тент, давай ее снимать, вот так вот. И потом он мне говорит, ты можешь перевести им, чтобы она сейчас так же говорила про войну, но не смотрела в камеру, а в ту сторону. Иногда они едут из Испании, из Германии, они хотят помочь, но они только помогают, если они могут вот эти люди с собой взять домой, чтобы их дома посадить и всем рассказывать, о, мы такие классные. И там был один мужчина из Испании, почти никто не едет из Испании сюда. Это очень сложно кого-то найти. И он только ищет одну женщину, ну, у него три места есть, одну женщину, два детей, и только, если они будут жить у него. И это так, ну, я это вообще не понимаю, я злюсь, потому что я думаю, здесь женщина сидит уже три дня, и ты ее не берешь, потому что она, это она была, ее жена, ее мама, и это еще, это дочь. И он их не взял, он их не взял, и поехал один домой, потому что он только хотел забрать вот эти люди. Это для меня так, не знаю, как обезьян, знаешь, как зоопарка, чтобы привезти, сказать, вот у меня снаильцы живут, посмотрите, я хорошая. автобус пришел, он ехал в Штутгарт, много людей хотели туда поехать, и они говорили им, мы только, мы вас заберем, но только если вы останетесь на три дня в какой-то палате, вам нельзя оттуда выходить. Что это? Они свободные люди, им не надо где-то остаться, и это люди пугают просто. Они просто хотят показать, какие крутые мы, какие хорошие люди мы. Или, как нам кажется, что они собирают какие-то шпенды, они собирают донейшн, им нужно отчитаться. И мы тогда таким людям не хочем сильно помогать, забить их автобусы, оправдать их донейшн, потому что для нас важнее то, что мы отправим людей, чтобы у них было спокойствие. Если они хотят, они останутся. Если они не хотят, они не останутся. Они не должны, они не обезьяны здесь приехали. чьи-то донейшны оправдывать. Они просто хотят нормальной жизни, проснуться, помыться. И даже люди сюда едут и деньги берут. Да, некоторые говорят, что за деньги повезут, и мы таких вообще просто... Да, мы их игнорироваем и тоже говорим всем людям, что за деньги тут ничего нет. И если вам кто-то прилагает за деньги, не слушайте, все бесплатно, все бесплатно. По данным ООН, на 18 марта из Украины бежали 3 миллиона 270 тысяч человек. Почти 2 миллиона сейчас находится в Польше, где как раз помогают Кристина и Эллен. Пол миллиона в Румынии, 355 тысяч в Молдове. До Германии добралось 200 тысяч украинцев, в основном женщины и дети. Наш следующий герой Денис разместил у себя в квартире две украинские семьи, шесть беженцев. И еще для 29 украинцев нашел в Германии временное жилье среди своих друзей и знакомых. Вместе со своим другом немцем он несколько раз ездил на границу между Польшей и Украиной и оттуда тоже забирал беженцев. Они сейчас все живут у меня. У меня квартира 130 квадратных метров, у меня 4 комнаты и у меня есть большой двор спереди, терраса, сзади двор. То есть как бы с размещением пока проблем нету, но хочется уже всех расселить, потому что Германия приняла сейчас закон о том, что она будет помогать и содержать беженцев. То есть минимум год полный социальный пакет, жилье, деньги. Поэтому мы сейчас зарегистрировались уже в понедельник. Всех зарегистрировали и то есть уже начинаем искать квартиры все. Если ты приезжаешь как беженец, то они сводят из того, что ты оставил все свое добро дома. То есть они принимают даже без загранпаспортов. Люди переходили границу без загранпаспортов, детей пускали. Без паспортов, по свидетельству о рождении. Собак пускали без документов, без чипов. То есть поляки в основном все ехали через польскую границу и поляки настолько упростили процедуру, что выехать мог любой. Это с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Я знаю людей, которые проезжали на больших машинах с полными сумками и даже не проверяли. То есть можно было этим пользоваться, те, кто недобросовестный, не хотел воспользоваться, могли много чего провести в Европе. У меня сейчас живет 9 человек, у меня живет 5 взрослых и 4 ребенка. То есть в обычной жизни настроя только я, жена и ребенок. И сейчас ко мне приехала сестра, то есть сестра, жена с двумя детьми и еще одна семья это мой друг с женой и ребенком. У меня 4 комнаты, значит, в одной комнате одна семья, в спальне я, жена, ребенок и еще в детской живет сестра, жена с ребенком. И у нас гостиная как нейтральная зона. То есть вот такая у нас такой у нас быт пока что. У меня еще есть сосед, Артем из Донецка. У него двухкомнатная квартира. Так вот, к нему приехали сейчас 3 девушки, 1 ребенок и 2 собаки. И они из Харькова, они тоже бежали, они очень трудно добирались, они ехали через всю Украину до Львова. Их только сама дорога до Львова заняла у них двое они на границе стояли 13 часов, приехали в Польшу, в Польше были проблемы с ночевкой, они спали в торговом центре сидя, в общем было у них много приключений по дороге. И сейчас вот в Польше очень сложно с этим, очень много людей, большого не было беженцев. Так что Европа сейчас сорганизовалась и все помогают как могут, стараются предоставлять жилье, питание, вещи, игрушки. Вот это мне очень нравится, что все как бы сгруппировались и работают над тем, чтобы помочь людям. Когда вас регистрируют как беженца, сразу отдают паспорт, отдают все на руки, и то есть загранпаспортом можно свободно передвигаться по Европе. конечно, в Украину ехать не стоит, потому что сразу возникает вопрос, зачем уезжать из Украины как беженец, если потом куда сразу возвращаться. Значит, уже сразу возникает вопрос о статусе беженца, то есть его, скорее всего, не дадут, и все льготы будут аннулированы. Как только они ко мне приехали, я сразу сказал, что пока они не будут получать деньги от государства, то еду буду покупать я, я и моя жена, потому что в Германии это две самые вещи, которые доступны, это еда и одежда. То есть это всегда доступно, и мы в состоянии прокормить сейчас этих людей. Кроме того, мой друг Себастьян, он немец, он тоже полностью сейчас в этой всей теме, можно так сказать, помогает беженцам, возит, забирает, он организовал сбор средств среди своих знакомых, и мы нас собирали за два дня около тысячи евро, мы их потратили на бензин, чтобы забрать их с Польши, потом мы потратили на еду, то есть на первое время как-то мы с этих денег еще им покупали. Сейчас мы оформили их, им дали уже первые деньги, им заплатили деньги, то есть сейчас будем как-то уже вместе сбрасываться на еду, пока они еще не нашли свою квартиру, пойдет как-то полегче для нашего семейного бюджета. Если одиночка, то есть вот как допустим сестра моей жены, она одиночка с двумя детьми, значит ей заплатили 369 евро на взрослого и 249 на ребенка. то есть если одиночка, потому что они считают, что если одиночка без мужа, то есть жена, то она больше тратит на химию бытовую и на всякие мелочи, которые, если бы два человека жили в одной семье, могли бы сэкономить. А если семья, то есть муж и жена, то муж и жена будут получать по 330 евро, а на детей остается точно так же. А сейчас дали прямо доступ к рынку труда. Конечно, многим понадобится интеграционный курс, но многие могут и пойти сразу работать. Они могут пойти на какую-то элементарную работу, для того, чтобы уже учить язык, разговорный язык, потому что курсы это одно, а разговаривать с людьми это совсем другое. Что если они будут устраивать людей на обучение, это такая дуальная система обучения в Германии. Ведь сейчас кто едет? Сейчас едут женщины, в основном дети. Мужчины не выезжают с Украины, мужчины нельзя. Сейчас едут женщины и дети. И немцы понимают, что женщины в основном сейчас первое время не смогут работать, надо определить детей. Детей куда надо, надо на учебу. Сейчас я слышал по радио, сейчас организовывают специальные классы, хотят сделать для детей интеграционные, которые будут состоять из детей-беженцев. и вести будут учителя со знанием русского или украинского языка. Чтобы детям было легче, потому что уйдя с войны и прийти еще в школу, новую обстановку будет сложной. То есть государство поддерживает в этом плане, а работодатели, которые устраивают на работу только в случае, насколько я знаю, только в обучение по дуальной системе. Конкретный случай по сестре, по системе моей жены. Мы получили деньги, я сразу же, когда при регистрации сказал в социальной службе, мы нашли квартиру, потому что мы для нее уже нашли квартиру, у нас есть знакомые немцы, они там подсуетились, нашли квартиру. В общем, нам сказали, нам дали таблицу, где конкретно написано, сколько положено на трех людей, квадратных метров, и сколько готово государство платить за квартиру. То есть, сейчас мы должны с хозяйкой квартиры договориться, чтобы она в эту сумму не вписались, и тогда все, мы с 1 апреля подписываем контракт, и она заезжает в квартиру. Коммуналка у нас здесь не дешевая, мы живем девять человек сейчас у меня в квартире, то есть, это и свет, это и вода, вода очень дорога в Германии, и поэтому этот вопрос меня тоже интересует, и с понедельника я за ним займусь, пока конкретной информации не имею, но я слышал, что есть проект такой, по возмещению коммунальных услуг, то есть, коммунальные услуги не полностью, но в каком-то там размере определенном должны возмещать, но пока мы стараемся и понимаем, что ситуация сложилась, то есть, это друг мой хороший, друг мой с детства, и это сестра моей жены, то есть, это не чужие нам люди, то есть, мы все понимаем, мы относимся к этому хорошо, и стараемся, стараемся жить дружно, вот. Когда мне позвонил мой друг, у которого сейчас живет семья с беременной женщиной, они дали им первый этаж дома, он мне сам позвонил, говорит, мы с женой съехались, живым у меня, уже не был дом, хочешь, отдаем? Да, конечно, супер, все, давай, вот так, фермер тоже этот позвонил сам, он услышал, ему больше интересовала работа, он сразу услышал, будет давать разрешение на работу, говорит, давай, мне нужно на работу, у меня есть какие-то условия, надо людям. Я говорю, ну, супер, почему бы и нет, людям удобно, у них жилье, у них работа, и фермеры это добрый, так что по-разному, сейчас очень много возможностей, то есть, мне, что нравится здесь, конкретно в этой ситуации, что люди сгруппировались, и очень помогают друг другу, сейчас настолько все сплоченно действуют, иногда, в принципе, даже слишком много, вот у меня начали жить, мои друзья, родственники, меня тут сразу немцы с работы, там, сотрудники, знакомые, столько сумок поприносили, что просто уже не знаю, что с ними делать. В общем, мы с Себастином, за который я уже вспоминал, вывезли, помогли переехать сюда, в Германию, 30 человек, 29 человек мы привезли, мы их разместили пока у немцев знакомых, у знакомых знакомых, то есть, они сейчас все размещены на квартирах, или вот даже в некоторых случаях давали дома, которые не используют люди, вот сейчас мы семью поселили из Харькова тоже, там женщина на восьмом месяце беременности, вот, она сейчас живет тоже в доме, они живут, немцы отдали первый этаж, второй этаж закрыли, сами они там не живут, вот, и ждем, потому что мы их еще не зарегистрировали, вот, их идем с понедельника регистрировать, еще одну семью мы отвезли к фермеру, он тоже им отдал помещение, которое он использовал под офис, там была кухня, туалет, он полностью все расчистил комнаты, поставил кровать и шкаф, и сразу дал им работу, сказал, вы, мы бы могучи садить летом, вот, вы пойдите сначала тут парнике почистите, вот, конечно, денег он им давать не будет, потому что они еще не зарегистрировались и разрешения нет, но мы договорились так, что они будут записывать свои часы работы, то есть и потом, когда они будут иметь разрешение, он им посчитает просто уже отработанные часы. Я за последние две недели пережил больше приключений через 7 лет жизни в Германии, то есть у меня тут телефон не выключался, мне звонили, там то, там подъехать, там забрать, там сделать, и я понимаю, что это только начинается, потому что люди приехали, люди языка не знают, я понимаю, что надо будет с ними ходить, помогать, поэтому я сейчас подал заявку в Федомство по иностранцам, что я хочу добровольно переводить и помогать людям, потому что чтобы они хотя бы мне компенсировали деньги на бензин, потому что у нас очень поднялись цены на бензин, и мне придется возить людей, ездить, и то есть вот так, говорю, вот этот период очень насыщенный, насыщенный, больше, чем за 7 лет здесь жизни в Германии. В Берлине буквально пару дней назад, это большая, большущая очередь беженцев из Украины, которые приезжают на вокзал, на вокзалах баннеры прямо на украинском языке, ласка вопрос ему, под вокзалом стоит огромная белая палатка, где регистрируют волонтеров, то есть и там уже тоже стоит очередь, люди идут и уверенно, просто, ну, очень много людей хотят помочь и регистрируются как волонтеры. В самом вокзале организованы бесплатные туалеты, бесплатная еда для беженцев, регистрация проходит быстро, то есть к самой регистрации, знаешь, как она проходит. Приходят люди, они дают документы, если у них есть какие-то, им дают билет и говорят, куда ехать, то есть распределяют уже по всей Германии, потому что сам Берлин уже забит полностью, Гамбург тоже и большие города очень все переполнены, поэтому люди если туда приезжают и сразу распределяют по другим маленьким городам. Как-то выходили они на нас через близких, звонили, вот многие приезжали в Польшу сначала и размещались в Польше. Я брал на машине микроавтобус 9-ти местный, там вместе со мной 9 мест и еще на 2 машинах, то есть мы когда забирали первую партию, это было 8 человек, то мы поехали на 2 машинах, мы забирали их и выехали сначала в Польшу во Вроцлав 6 часов, там чуть отдохнули и поехали под саму границу, потому что от моего местожительства до границы 12 часов, то есть мы за 2 раза доезжали, забрали их и поехали назад, разместили, это то из по первой партии, потом были люди, которые приезжали в Берлин, вот эта семья с беременной женщиной, они приехали в Берлин, в общем, я их забрал с Берлина, туда приехала еще одна девушка, которая самостоятельно добиралась на автобусе Львов-Берлин, это была вторая партия, мы их определили, потом еще люди приехали даже на своей машине, приехали, прямо сюда к нам, мы их сразу к этому фермеру определили, который сейчас там у него работа будет, это еще одна семья, потом мы забрали еще одну семью тоже из Польши, они там снимали жилье, у них заканчивались деньги, то есть они взяли все, что было у них дома, сели в машину и поехали, вот, люди, они тоже не бедные, но мы, конечно, понимаем, сейчас никакого значения не имеют, так как все здесь, так можно сказать, в одной кастрюле варятся, и вот в данном случае, сколько у кого там было денег в Украине не играет никакой роли, потому что здесь никто с собой почти ничего не взял, а то, что взял дома, то взял дома, а на счету может оно никогда уже не вернется, потому что сейчас еще и проблемы с банками, когда их просто блокируют, и снятием денег, в общем, есть много нюансов, и люди просто, которые были состоятельны в Украине, да, я тут сам видел, как плакали, они говорили, мы к такому не привыкли, извините, неудобно вас спросить, в общем, печально было, когда увидишь люди, которые привыкли к другому, да, они сталкиваются с таким, и не могут себя перебороть. Ну и еще, мы им объясняем, говорим, что все хорошо, все будет в порядке, главное, что ничего над головой не летает, в подвалах сидеть не надо, и это самое главное, то есть, что и безопасность, и можешь даже своих детей выпустить, погулять, и не бояться, что это случится. Я работаю в отеле, да, и вот 21 числа у нас будет организован пункт приема беженцев, то есть с нами вышли на контакт, со мной вышла на контакт государственная служба, в общем, и они спросили, у нас 80 комнат вообще в отеле, они спросили, можем ли мы предоставить некоторое количество комнат для принятия беженцев, их регистрации, пребывания в течение двух-трех дней, и сколько это будет стоить. В общем, мы с ними договорились, мы они захотели по заниженной цене, мы сделали, и с 21 числа мы будем организовывать прием беженцев. Планируется до 90 беженцев за раз, то есть мы имеем возможность предоставить комнату на 90 беженцев. Будут люди с Мальтезер, я не знаю, ты знаешь такую организацию, Мальтезер, это такой как Красный Крест, тоже благотворительная организация, значит, они в одной комнате организовали бюро, будут принимать, записывать, одну комнату они сняли как комнату карантина в случае того, если кто-то больной короной, значит, будет в эту комнату садить. Еще есть опция заблокировать целый этаж, то есть, если будет массовое заболевание, мы всех будем переводить на один этаж, и будем запаковывать им еду в отдельные коробочки, и будем просто передавать им туда на этаж, то есть, а так люди будут ходить к нам в ресторан кушать, значит, завтрак, обед и ужин, все оплачивается, и вот так будет организовано принятие и регистрация. На завтрак в формате шведского стола, обед будем выдавать порционно, и ужин тоже будет в формате шведского стола, немецкий холодный ужин, это булочки, колбаса, сыр, повидло, и одна какая-то теплая часть. Я тут уже как будто в Украине побывал, потому что все время немцы, 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 сейчас такое, диаспора увеличится точно, и по статистике вообще из всех людей, которые приезжают, это мне сказали в государственной службе, по беженцу, треть, одна четвертая остается, три четвертых уезжает, то есть, три четвертых уезжает, когда все хорошо, они говорят, спасибо за помощь, мы пока, а одна четвертая остается. Каждый день число прибывающих в Берлин беженцев растет, их уже в разы больше, чем на пике миграционного кризиса в 2015 году, тогда в сутки приезжало на центральный вокзал Берлина около тысячи беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана, а сейчас в некоторые дни приезжало около 7 тысяч, раз больше украинских беженцев. На вокзале для беженцев организовано несколько зон, в одной можно получить еду и напитки, в другой стоят открытые коробки с детской одеждой и обувью, отдельно взрослые вещи, отдельно детские, отдельно подушки, одеяла и пледы. В третьей зоне товары для самых маленьких, детское питание, подгузники, влажные салфетки, целый отсек есть для животных, там корм, ошейники, корзинки, детский уголок, детская комната, там можно взять игрушки, есть медпункт, организованный немецким Красным Крестом. Именно сюда, на центральный вокзал Берлина, в свой первый день волонтерства пришла наша следующая героиня Ирина. Она помогала и днем, и ночью, кстати, ночью самый большой дефицит волонтеров, поезда продолжают пребывать и ночью, а волонтеров в разы меньше. Сейчас в квартире у Иры живут две беженки из Украины, а сама Ирина переехала жить к родителям. Вообще все мои опыты с помощью украинцам, которые сейчас приезжают в Берлин, получились очень спонтанно. Во-первых, я сразу зашла в блог, который мне посоветовал подруга в Телеграме, потому что у меня есть квартира, которую я имею возможность кому-то отдать. Я там обычно живу, но сейчас у меня действительно есть возможность кого-то туда запустить. И моя подруга приняла у себя семью, и я подумала, почему мне не сделать это тоже. Поэтому я начала мониторить, что люди пишут в этом открытом чате в Телеграме, который называется Berlin helps Ukrainians. И в один момент в какой-то из дней я заметила, что две девушки приезжают в Берлин, и им нужно где-то остановиться. Поэтому я очень спонтанно предложила им остановиться у меня. Они оказались невероятно прекрасными, светлыми, чудесными девушками, которые, кстати, ко мне сейчас приходят на ужин через минут сорок. И я очень рада, что я им помогла. Они приехали сюда из Одессы. А несколько дней назад, как раз, когда было 8 марта, и в Берлине был выходной день, мой молодой человек решил сделать сэндвичи и пойти на главную станцию. Я думала, что я в тот день буду принимать у себя девушек, но они не успели взять билет на тот день, поэтому у меня освободилось время. И я просто помогла им сделать сэндвичи и пошла вместе с ним. сначала мне показалось, что помощников достаточно и без меня, потому что меня удивило, насколько берлинцы отозвались, насколько много было волонтеров и насколько сильно желание людей помочь. Потом к нам подошла женщина, которая хотела задать вопрос по сим-картам, и так, я единственная в группе говорила по-русски, начала ей отвечать. Таким образом, я провела на станции часа четыре, наверное, отвечая на вопросы людей. Нам удалось всем вместе совместными усилиями помочь девушке, приехавшей одной, 18-летней из Николаева, где сейчас очень сложная ситуация на Украине, найти жилье на месяц. И, ты знаешь, в конце дня у меня было ощущение полной эмоциональной опустошенности, от которого мне было удивительным образом очень хорошо. Потому что у меня, как и у многих людей, наверное, с 24 февраля ощущение постоянного стресса, беспомощности и, наверное, горечь от того, что я ничего не могу сделать. Но после того, как ты четыре часа людям действительно помогаешь, ты видишь результат своей помощи, результат своих действий, то каким бы уставшим ты себя не чувствовал после этого, у тебя появляется ощущение, что ты что-то изменил, ты что-то сделал. И чисто с эгоистичной точки зрения, мне кажется, кому-то сейчас помогать и делать так, чтобы жизнь хотя бы одного человека стала немного лучше и легче, все-таки приносит в том числе удовлетворение и пользу нам всем. Сестры из Одессы, которые остановились у меня, им 26 и 18 лет, они уехали спонтанно, их родители остались в Одессе, они уехали, потому что они больше не могли жить в страхе. То есть каждую ночь они спали одетыми в ванне, ставя будильники на каждые два часа, чтобы случайно не проспать воздушную тревогу и, собственно, случайно, чтобы случайно чего-то ужасного не случилось. И после энного количества дней такого существования жизни в таком режиме, они решили просто уехать. Девочка, которой 26 лет, которая работает в Киеве, в креативной сфере, вообще, наверное, заразила меня оптимизмом в том числе, потому что она приехала и она рассказывала о том, ощущается, насколько духоподъемная, с одной стороны ужасающая, а с другой стороны духоподъемная ситуация сейчас, когда люди друг другу помогают, люди друг за другу стоят и ощущается какое-то единство. и девушки на самом деле прекрасно ориентируются в Берлине, они уже нашли, чем здесь заниматься, они нашли информацию про языковые курсы, которые, возможно, понадобятся многим, особенно молодым людям, которые сейчас сюда приезжают, потому что, насколько я понимаю, есть какие-то гранты для молодых людей, приезжающих из Украины, по которым можно изучать языки. То есть за сестер я спокойна, за сестер я абсолютно спокойна и я рада, что они тут и я очень надеюсь, что, ну они тоже надеются, что очень скоро они вернутся домой, вернутся к своим делам и по Украине довоенно они очень скучают, что понятно, собственно. Вторая девочка, которой нам удалось совместно коллективными усилиями помочь на главном вокзале, но ассоциируется у меня немножечко с растерянным ребенком, мне. Я очень рада, что именно мы ее встретили, потому что потому что у нее были широко раскрытые глаза и когда она вышла из поезд, она сказала, неужели я действительно в Берлине? И ну да, она уехала из Николаева, ее родители, ее семья осталась там. Ей от этого очень тяжело и я ее связала с моими девушками из Одессы, которые гораздо более прошарены и которые уже совсем разобрались. Мне кажется, что они вместе смогут скооперироваться и как-то друг другу тоже помогать и поддерживать друг друга. сейчас приезжают люди в совершенно разных ситуациях. Приезжают люди, которые остались без всего, у которых разрушены дома, в которых они жили. Приезжают люди, которые просто не могут больше бояться. Приезжают абсолютно разные категории людей. Мне кажется, что если вы идете волонтером на главный вокзал условный, то нужно принимать тот факт, что люди не идеальны и вы помогаете, при этом не обязательно нужно ждать взамен какой-то искренней отдачи, невероятной благодарности и так далее. Пару дней назад, когда я встречала на вокзале подругу моей мамы, которая тоже сейчас приехала из Украины, из города Черкасса, я наблюдала ситуацию того, как взрослый мужчина, я, кстати, не понимаю, почему он там был, потому что вроде как взрослым мужчинам в возрасте между 18 и 60 годами нельзя выезжать из Украины, но тем не менее этот мужчина был на главном вокзале и кричал на девушку волонтера, потому что железная дорога должна ему возместить пропущенный билет, то есть он не успел на поезд, и он ожидал, что ему без очереди возместят его бесплатный билет. Когда он ушел, девушка-волонтер повернулась ко мне и сказала, что это полный кошмар. Девушка, кстати, была из Украины, и она выразила очень прямолинейно свое возмущение. Бесплатные сим-карты должны быть во всех пунктах, где встречают пребывающих из Украины. Но это в идеале. На самом деле сим-карты очень быстро заканчиваются, и если вы как беженец пребывая из Украины не обнаружили на стенде с сим-картами ни одной свободной сим-карты, то вам, скорее всего, придется ее купить. Вам придется заплатить где-то около 20 евро, если вы ее покупаете сами. Если вы ее не хотите или не можете купить сами, то свяжитесь с волонтерами, возможно, вас запишут в какой-нибудь очереди или помогут объяснять, как дождаться бесплатной сим-карты. На вокзале в Берлине первые дни стояло очень много берлинцев с табличками, которые предлагали бесплатное жилье, но сейчас таких табличек на вокзале нет. Берлин переполнен, но предложение можно найти по всей Германии вот на этом сайте unterkonft-украина.de На нем дали объявление о предоставлении жилья в Германии уже для 150 тысяч украинцев. О своем опыте волонтерства расскажет наша следующая героиня Елена. Я решила помогать беженцам, потому что я почувствовала, что я не могу находиться в стенах своей квартиры и быть непричастной, потому что часть моей семьи находится в Украине, часть семьи в России, и я почувствовала такой свой человеческий долг помочь хотя бы хоть как-то. Начала я с того, что находила различные ссылки, проверяла ресурсы, куда можно отправлять донаты для гуманитарной помощи. проверяла все эти ссылки, ресурсы и отправляла своим друзьям и людям, которым вообще необходимо, кто хотел помочь, потому что у меня очень большое количество коллег и друзей иностранцев, и в первые дни совершенно было непонятно, чему доверять и как слать, и люди интересовались. Потом, когда анонсировали, что будут приезжать поезда из Польши, из Чехии в Берлин, я начала сначала смотреть информацию, как вообще происходит, как идет пассажиропоток, что нужно, какие меры принимает и предпринимает город, муниципалитет. И сначала моя подруга пошла помогать, она приняла женщину беженку к себе домой на ночь, потом помогла ей найти жилье и дальше отправить спокойно в другие части Германии. После этого мы списались с другом и решили, что мы пойдем на главный вокзал, что нужны волонтеры, в первую очередь русскоговорящие, потому что волонтеров немецкоговорящих и англоговорящих довольно много, все хотят действительно помогать, но часто ощущается нехватка русскоговорящих. Я встретила девочку, которая приехала с Херсона, она добиралась сама, доехала до Берлина, была уже ночь, и я ее просто забрала к себе домой переночевать, и потом ей найти жилье и помощь в Берлине, потому что уже было как бы поздно, девочка очень замерзла, и не хотелось ее еще больше морозить на вокзале и на улице. Есть основной телеграм-канал, который называется Ukraine Berlin Arrival Support, и там люди коммуницируют, общаются по поводу того, куда, что, и как им нужно обратиться. Также есть разные телеграм-каналы по вокзалам, например, телеграм-канал называется Train Bus Arrivals in Berlin from Poland. Там публикуется вся информация по всем поездам, которые приходят, сколько человек, чаще всего, на борту. И также в этих телеграм-каналах есть различные ссылки и ресурсы на другие, и сейчас вся координация на самом деле уже довольно централизовалась. люди могут также с этих каналов пройти по ссылкам, посмотреть, какие нужны продукты или вещи на данный момент на вокзалах, либо это нужно в центр беженцев, и информацию, как зарегистрировать себя как волонтер. Я встретила очень много действительно классных людей, которые просто приходили и помогали. я встретила одного замечательного мальчика-художника из Одессы, который просто подошел, спросил, я говорю, хочу разместить кучу человек в своем арт-пространстве, что мне сделать? Я ему просто сказала, напиши бумажку объявления, что ты готов принять людей. и мне кажется, что это самый лучший и благоприятный способ тревожным людям справиться с ситуацией, с тревожностью, которая происходит во всем информационном и вообще мировом пространстве. Я написала коллегам в Slack чат о том, как они могут помочь, что они могут сами поволонтерить или привезти какие-то вещи, либо они могут мне задонатить на PayPal и я могу это все купить и принести. В итоге мне коллеги скинули довольно большую сумму денег и в принципе все выходные я провела в том, что я закупала вещи, закупала продукты и привозила их на вокзал и я их возила не сразу все разом, а партиями, потому что какие-то что-то нужно было, что-то было нужнее, что-то было менее нужно и потом оказывалось необходимым. Сейчас у меня пока никто не живет, я тут немножко сменила фокус, дело в том, что мы в моей компании на работе сейчас тоже думаем над способами, как помогать людям и в том числе рассматриваем варианты найма людей из Украины и я немножечко сместила фокус в эту сторону, потому что это важно тоже людям тоже нужна работа. А как восстанавливаться самим волонтером после тяжелых дней, как справляться со стрессом и с теми эмоциями, которые захлестывают? Эти вопросы мы задали психологу-консультанту Наталье Станкевич. Во-первых, надо отдыхать. Иногда это очень сложно, потому что когда мы идем в волонтерство, мы идем туда потому, что нас это чем-то цепляет. У нас есть какая-то своя внутренняя потребность, какая-то может быть своя внутренняя боль, кстати говоря, которая нас как пружина толкает на помощь другим людям. И эта же пружина не дает нам отдыхать. Эта же пружина может условно внушать нам такую мысль, если не я, то кто? Первое, что я бы посоветовала, это все-таки свою пружину найти, что меня толкает. Можно сказать, что это некий триггер, который нас тянет. И когда вы с ним разберетесь, поймете вообще, что вас толкает, вам будет проще сделать простые шаги, выключить телефон, поесть, поспать. Отдельным таким видом самопомощи, так скажем, являются упражнения, какие-то специальные навыки борьбы со страстью, потому что понятно, что помощь беженцам так, что можно сделать, если у вас очень сильное напряжение, если плохо вы чувствуете, что вы не вытягиваете вот это все. Во-первых, я сразу говорю, что может быть такая ситуация, что вы действительно не вытягиваете. И в этом нет ничего стыдного, ничего плохого. Возможно, вы просто действительно глубоко чувствующий человек, восприимчивый, которым вал этой боли непереносим. И тогда первое, о чем стоит подумать, возможно, вы можете помочь где-то в другом месте. Может, вы будете сортировать гуманитарную помощь где-то, это тоже очень полезно, при этом вы не будете общаться непосредственно с людьми. Другой вариант, если все-таки как-то вывозите на нато восстанавливаться, это физическая активность. Причем физическая активность не связана с тем, что вы где-то бегаете и помогаете беженцам. Пробежки, очень хорошо плавание, какие-то прогулки, не можете бегать, поесть на велосипеде, погуляете. Это, во-первых, дает вам смену картинки, смену обстановки, с другой стороны, это не чисто в физиологическом уровне помогает вам выплеснуть вот эту энергию, которая дает стресс. Потому что стресс вообще это нагрузка, это давление на организм. У вас накапливается очень много энергии, но не в том смысле, что это позитивная энергия, которой хочется что-то делать, бежать, все такое. А это энергия тревоги. Дайте себе волю именно побегать, может быть, побить подушку, сходить в спортзал. Что еще чисто физиологическое, пейте больше воды. Вода тоже растворяет гормону стресса. Это, казалось бы, очень простая рекомендация, но если вам плохо, выпейте стакан воды. Если есть проблемы с засыпанием, можно попробовать тяжелое одеяло. Есть такая специальная штука, которая действительно очень много весит, они вас придавливают и создают ощущение объятий. Если есть тревога, например, вы мечетесь, вам страшно, и вы не понимаете, почему. У вас просто все разваливается, не концентрируется внимание, тяжело, сядьте и заземлитесь. Вообще очень много есть техник, которые объединены общим названием заземления. Можете погуглить их в интернете. Самое простое это сесть, прижаться к стене, прижаться пятой точкой к тому, чем вы сидите, на полу, на стуле, ноги ровно поставить, не ногу за ногу, ровно обе стопы, можно потопать и почувствовать, что вы есть. Вот вы в настоящем моменте, вот вы сидите, вот ваше тело. Наша последняя героиня Анастасия из Украины. Она помогает соотечественникам информационным. В своем телеграм-канале Нихтверштейн, не понимаю, она делится пошаговыми инструкциями с беженцами из Украины, которые осваиваются в Берлине. Есть веб-сайт, веб-ресурс, он называется Нихтверштейн, и я на этом ресурсе публикую статьи для новеньких в Берлине, для украинцев, для россиян, для белорусов, для всех славян и русскоязычных людей из Азии, в которых в принципе я описываю шаги, как что здесь делать, как открыть банк-аккаунт, как найти квартиру, как сделать пятое-десятое. Курирую я в Украинстве, в Берлине. Это чат тоже телеграм-канала ВИЧи. Здесь нужно быть внимательным и подсказывать им, потому что у них свое понимание, как строится жизнь вообще, потому что они привыкли, что, например, в Украине там одна система как-то все работает, а в Берлине другая система как-то все работает. И они могут сами себя вводить в заблуждение, потому что они делают выводы, основываясь на том, как они жили в Украине и сравнивают ту жизнь с жизнью здесь, в Берлине, как они будут поступать здесь, в Берлине. Хотя, на самом деле, им нужно помочь понять, что здесь не такая система, как в Украине. Конечно же, по возможности я людей наталкиваю на раздумия, потому что очень много там, они в попыхах, в панике сейчас. А сколько там типа получает, допустим, условно рабочий в месяц? и у меня так сразу так, во-первых, не в месяц, а в год. Но у них уже на месяц, то есть они уже по-другому думают. Потом второй у меня щелчок в голове, так, это еще им плюс налоги придется платить, потому что в Украине обычный человек, который там работает на заводе, он вряд ли задумывается, как именно он платит налоги. здесь нужно же будет задумываться о том, как ты платишь налоги. И донести это все до человека иногда легко, иногда нет, но я все-таки надеюсь, что подсказки, которые мы даем им помочь. У меня на самом деле есть статья полная, как вести себя беженцу-украинцу. Помимо этой статьи я и раньше создавала статьи, как открыть банк-аккаунты, как вести себя в транспорте, как обходиться с мобильными операторами, как обходиться с ландбордами и так далее и тому подобное. Там в статьях очень много моих субъективных каких-то вещей, но я думаю основным каким-то фактом они не помешают. И в одном из чатов, которые я как раз модерировала, модерирую сейчас. Есть там много чатов у нас волонтерских украинцев в Берлине, Berlin Help Ukrainians, Translators Team UA. Это все ребята, которые так или иначе помогают людям, которые убегают из Украины. И судя по всему, я точно не спрашивала. Одна девочка нашла мой контакт среди, видимо, этих чатов и написала мне с просьбой ей подсказать, что ей делать, потому что она на границе в Польше, сама одна, не знает, какие шаги предпринимать. Я ее попыталась успокоить, сказала ей, что я ее приму. Вот, она приехала сюда через день и мы сразу же, практически сразу пошли оформлять ей, как оформлять, пошли делать те вещи, которые здесь обязательны человеку. Купить сим-карту, поменять деньги, снять деньги. Опять же, мы ходили по Кройсбергу, пили кофе. Я пыталась держать нормальную обстановку, никаких соплей, никаких слез, все, как бы, ну, как нормальный день. И, ну, мы проводили практически целый день вместе, обедали вместе, все делали вместе, и она впоследствии нашла женщину, которая могла ее принять надольше, чем я, и через несколько дней они встретились, и она уехала. Но с ней все хорошо, я с ней поддерживаю контакт, все было отлично, все было нормально. Как оказалось, она работает мастером маникюра в Одессе, и я решила к ней записаться здесь, потому что в Берлине очень сильно не хватает мастеров маникюра, не хочу никого обижать, но на самом деле мне кажется, что европейские женщины еще не совсем прокурили, как правильно делать маникюр. Так что я за то, чтобы побольше наших нормальных мастериц было здесь. и когда начали все эти происшествия, то я полностью мобилизировалась как психологически, так и физически. У меня, конечно же, присутствуют эмоции, но они очень, они контролируемые, они стянуты долгими тренировками, умением анализировать, умением вовремя останавливаться и не принимать поспешных решений, не осуждать, не принимать вещи быстро. и я могу сказать, что вот это умение мобилизироваться в данный момент очень сильно, очень позитивно повлияло на то, как вообще я сейчас даю помощь людям, которые нужны. Война в Украине привела к самой масштабной гуманитарной катастрофе в Европе со времен Второй мировой. Хотя многие сравнивают ситуацию с миграционным кризисом 2015 года, когда также в Германию прибыло огромное количество беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана. И можно часто услышать, что сирийских беженцев так хорошо не принимали. Почему? Что вообще думают об этом наши герои? Я знаю, что есть очень много нарративов о том, что это расизм. О том, что приезжают люди, которые похожи на европейцев, которые собственно европейцы, и европейцы им помогают с удвоенной силой, чего не было при... что наблюдалось не так явно, когда прибывали, допустим, беженцы из Сирии или до сих пор прибывают. но возвращаясь к факторам, которые мне кажутся более существенны в данном случае, это то, что политическая ситуация сейчас очень напряженная. И мне кажется, что нужно помнить о том, что Россия это все-таки страна с ядерным оружием и очень непредсказуемым лидером, который это ядерное оружие несколько раз упоминал. Ситуация очень напоминает по тому, как все произошло начало Второй мировой войны, и мне кажется, что у европейцев в том числе сработало поколенческое воспоминание об этом. В Берлине очень большое комьюнити русских переселенцев из России, в том числе из бывших стран СНГ, и мне кажется, что это тоже сыграло какую-то роль, потому что у меня, например, ощущение, что я помогаю людям, которые условно мои соседи, родственники, ну вот, как я уже говорила, приехала подруга моей мамы, то есть с моей точки зрения это какая-то очень близкая эмоциональная связь. С людьми, которые непосредственно приехали, которые бежали от войны, я старалась вести максимально деликатную коммуникацию и не расспрашивать до момента, как люди сами не откроются, потому что у каждого человека свой опыт, и он довольно у многих травматичный. люди приезжают в шоке и только постепенно, спустя время, они открываются. То есть самое важное этим людям помочь как-то сориентироваться на местности. это очень такой хороший вопрос, и мне кажется, с моей стороны, личной и персональной, я могу сказать, что Украина и вообще вся эта ситуация, она ближе, чем возможно, она вот прямо рядом с нами, и поэтому люди стараются, ну, насколько могут помочь соседям, и по-другому я, не знаю, как-то выхода не вижу и другого объяснения. На этом у меня все, программа «Астрана люди» подошла к концу, если вы также, как наши герои, работаете сейчас волонтером, то можете делиться своим опытом в комментариях под нашей программой в соцсетях, и если вам нужна какая-то помощь, возможно, телезрители могут вам чем-то помочь. А я, Мария Волкова, прощаюсь с вами и до следующей недели.